Девушки отдыхают В Десногорске стартовал проект Росатома «Старшее поколение». День славянской письменности и культуры. Встреча в библиотеке, посвященная Дню славянской письменности и культуре. Подвели итоги конкурса «Безопасное колесо-2016». А теперь об этих и других событиях подробнее. Ежегодная акция «Ночь в музее» по всей стране пройдет с 21 на 22 мая. В эту ночь можно посетить любой музей абсолютно бесплатно. В Десногорске, в историко-крывеческом музее, эта акция прошла с 19 на 20 мая. Мероприятие посвятили юбилею Театра «Пирамида». В выставочном зале историко-крывеческого музея «Феникс» в уютной теплой обстановке собрались театралы, зрители и поклонники Театра «Пирамида», которому в этом году исполнилось бы 35 лет. В этом году мы посвятили ночь музея замечательному Театру «Пирамида», которому в этом году исполнилось бы 35 лет. 28 лет они были на сцене нашего города. К сожалению, этот театр уже остался в истории. И его руководитель Наталья Курбатова решила передать этот архив своего театра, свои записи, историю артистов к нам в музей. Ну и, соответственно, поэтому и такая тема – театр, актеры и ночь в музее. В этот вечер режиссер театра Наталья Курбатова со своими единомышленниками приготовила лучшие театральные угощения из воспоминаний, ярких фрагментов из жизни «Пирамиды» и ее актеров, а также передала городскому музею свой театральный архив. Я не помню в каком году, по-моему, 96-й, 97-й, у восьмиклассников или девятиклассников на экзамене по истории Смоленщины был вопрос о нашей «Пирамиде». Это было очень приятно. Вот тогда я начала понимать, что я с театралами, видимо, что-то такое делаю важное, то, что, наверное, не должно копиться в моей кладовой. Программа «Вечера» была очень насыщена мастер-классами, театральными тренингами. Все желающие могли посетить костюмерную и гримерную, примерить любой образ и стать героем фотосессии. В костюме совсем другая осанка, сразу чувствуешь себя иначе. Вообще, очень интересно примерять на себя другие одежды, немножечко с другой жизнью, наверное. Этот театр – история Десногорска. 28 лет он жил, творил и радовал зрителей. «Пирамида» – это жизнь на сцене и в зрительном зале. Любовь к искусству – это более тысячи его актеров. У театра есть и последователи, те, кто продолжил свою жизнь на сцене. С Натальей Аминовной, еще раз говорю, она задала те прицелы, те принципы в профессии, которые уже по приезду в профессиональное театральное училище, я понял, что это все именно так, как она и говорила. Навыки и знания, полученные за годы занятий в театре, помогли многим найти себя в жизни. Мы попали в театр в 10-м классе. И, конечно же, тогда у нас не было ЕГЭ, у нас были экзамены. И вот это вот чувство свободы перед аудиторией, чувство свободы перед зрителем, экзаменатором, они помогали сдавать все устные предметы на отлично. Умение держать себя на людях, умение правильно, скажем так, выражаться, разговаривать. То есть такие бытовые знания. А так, в принципе, да, это все дало, это умение вести себя корректно с людьми, общаться с любым человеком. Это очень хорошее знание. Любой желающий может посетить экспозицию. Она пробудет в музее до 26 мая. Новости Смоленской АЭС. В концерне подвели итоги корпоративного конкурса «Лучшая АЭС России». По результатам 2015 года обладателем этого звания признана Смоленская атомная станция. Лучшей станцией России она становится уже в четвертый раз. 19 мая в ЦОИ «Нитрино» прошла ежегодная научно-практическая конференция САЭС «Экология региона». В ней приняли участие ученики и педагоги Десногорских школ и Дома творчества, специалисты атомной станции. На конференции были представлены научно-экологические исследования и проекты. Все участники получили денежные призы и подарки от Смоленск Атомтехэнерго. Проект «Старшее поколение» состоит из двух социальных программ. О том, какие задачи они должны решать в нашем городе, мы расскажем в следующем сюжете. 19 мая организаторы собрали представителей трудовых коллективов Десногорска, чтобы познакомить их с программами проекта. Они рассчитаны на разные возрастные категории, но будут решать совместные задачи. Сохранить историю Десногорска через воспоминания ветеранов атомной отрасли, первостроителей и просто живых свидетелей рождения, становления и развития нашего города. А также приобщить молодежь к традициям и ценностям созидателей отрасли. Для этого в проекте будет организован творческий конкурс «Видеоинтервью для школьников. Слава Созидателям». Это самое необходимое, что нужно сделать на сегодняшний день. Потому что дети, живя в этом городе, да, они знают общую историю, но они порой не знают, что они живут рядом с героем этой истории. И этот герой ходит рядом с ними, разговаривает. И пока еще не поздно нужно вытаскивать эту личную историю для всех будущих поколений, чтобы дети гордились. Первая его часть называется «Встреча с трудовыми коллективами». Именно эту тему обсуждали участники совещания. Планируется организовать встречи молодых сотрудников предприятий с ветеранами, с теми, кто первыми приехал в наш город и стоял у истоков создания всего, что сейчас окружает нас каждый день. Мы, конечно, ходим к ним в гости, поздравляем и так далее. Но я сколько вот обращался со своими фронтовиками, но они, правда, уже у них самый предельный возраст – 92 года. Но они говорят, нам не нужны огромные подарки, нам не нужны большие деньги, мы нормально обеспечены и так далее. Нам главное, чтобы вы с нами сели, посидели с нами у нас дома, поспили чайку. Мы сегодня поговорили просто о городе, о людях, о детях, как они поют, как мы самоотдыхаем и так далее. И не нужны какие-то, скажем так, массовые влияния материальных ценностей. Главное – это забота о них со стороны всех людей. И поэтому я считаю, этот проект просто будет замечательный для нас. Работа над проектом будет направлена на то, чтобы повысить интерес разных поколений десногорцев к истории и традициям своего города, а также атомной отрасли в целом. 18 мая в Смоленске был дан старт фестивалю «Читающая Смоленщина». Церемония открытия прошла в областной библиотеке имени Твардовского. До 27 мая в библиотеках региона пройдут литературные праздники, утренники, акции, научно-практические конференции и конкурсы. За вклад в книжное дело библиотекари и филологи были награждены памятными медалями. 24 мая в День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Россия отмечает День славянской письменности и культуры. Сотрудники Центральной библиотеки подготовили для школьников мероприятие, посвященное этой важнейшей вехе нашей истории. В читальном зале побывала и наша съемочная группа. Учащимся пятого класса второй школы вначале показали документальный фильм о жизни и просветительской деятельности салунских братьев. А затем библиотекарь Ирина Капустян рассказала ребятам о древней письменности, узелковом письме, о том, как появилась азбука. Дети узнали, что великие славянские просветители Кирилл и Мефодий не только перевели с древнегреческого на славянский язык главнейшие христианские книги, но и воспитали целую плеяду учеников, от которых разрослось древо славянской культуры. Сегодня мы узнали много нового о создании азбуки и о создании нашего алфавита. Как я узнал, это были Кирилл и Мефодий, первые создатели нашей азбуки. Ирина Ивановна обратилась к ребятам с просьбой беречь великий, могучий русский язык, очистить его от слов-паразитов и сленга, а также сохранить в своей памяти святые имена первых славянских просветителей – братьев Кирилла и Мефодия. 19 мая в День пионерии в первой школе Десногорска прошел первый городской форум вожатых «Дорогою добра», посвященный памяти Алексея Архипова. В нем приняли участие три команды, ребята представили свои программы, завершился форум небольшим концертом. Традиционно в конце учебного года в Смоленске проходит областной конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо». В этом году 116 учеников из 29 школ области соревновались в знании правил дорожного движения, приемах оказанием первой медицинской помощи, управлении велосипедом. Чья команда оказалась сильнейшей и кто примет участие во всероссийской профильной смене в центре «Орленок», вы узнаете из нашего следующего сюжета. Во время конкурса школьники проявили и свои творческие способности, изготовили открытки к 80-летию ГАИ ГИБДД. И вот самый волнующий момент – награждение победителей. Лидером стала команда из Вязьмы, набравшая наибольшее количество баллов. В честной и нелегкой борьбе эта команда получила путевку в детский оздоровительный центр «Орленок» Краснодарского края. На втором месте команда из Ярцева и замкнула тройку призеров команда «Смоленска». Все ребята за свои знания и умения были поощрены замечательными призами. А преподавателям за подготовку юных инспекторов движения вручены благодарственные письма и ценные подарки. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня с этими и другими новостями. Вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры Алексею Дубровскому Добавил субтитры Алексею Дубровскому Добавил субтитры Алексею Дубровскому